Нет халява, не можно, сказал он. Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаки? Попробуем же, может быть, набредем на какое-нибудь жилье, и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь. При слове «горелка» богослов сплюнул в сторону и промолвил. «Оно, конечно, в поле оставаться нечего». Бурсаки пошли вперед, и к величайшей радости их в отдалении почудился лай. Прислушавшись с которой стороны, они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек. «Хутор, ей-богу, хутор!» — сказал философ. Предположения его не обманули. Через несколько времени они увидели точно небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных дерев торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими вазами. Звезды кое-где глянули в это время на небе. «Смотрите, братцы, не отставать! Во что бы то ни было, а добыть ночлега!» Три ученых мужа дружно ударили в ворота и закричали «Отвори!» Дверь в одной хате заскрипела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собой старуху в нагольном тулупе. «Кто там?» — закричала она, глухо кашля. «Кх-кх-кх-кх-кх-кх!» «Пусти бабуся переночевать!» — сбились дороги так в поле скверно, как в голодном брюхе. «А что вы за народ? Да народ необидчивый! Богослов-халява, философ-брут и риттер-горобець!» «Не можно!» — проворчала старуха. «У меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куда я вас дену?» «Да еще все какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких!» «Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли, пошли! Тут вам не место!» «Умилосердь, бабуся! Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что ни про что? Где хочешь, помести нас!» «И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое-другое что сделаем, то пусть нам руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает вот что!» «И именно это я!».